Психопатку, наверно? А вообще есть одна роль, которую я сыграю. В ближайшем будущем увидите. Я не в духе сегодня. Я в постоянном поиске, но сейчас это винтажный люкс. Мои фавориты это Жан-Поль Готьен, Шанел и Мюглер. Часы Омега двадцатых годов прошлого века. Они мой талисман. Не реагировать на негатив и не слушать окружающих. Как ни странно, Настя Ивлеева. Случился как раз совсем недавно, в период самоизоляции. У меня появилось время, чтобы переосмыслить себя и свое дело. В жесткости, наверное, по отношению к работе и самой себе. Такой нет. Все мои черты делают меня той, кто я есть. Попадать в цель так же метко, как профессиональный стрелок. Человек, который никогда не сдается. В работе над собой. Я научилась слышать свое тело и разум и как следствие себя принимать. Не о каком. Мои ошибки это мой опыт. Главное не наступать на одни и те же грабли дважды. Наверно, все бросить и переехать в Москву. Это главное. Но в целом моя жизнь состоит из мини дерзких поступков. Например, разогнать Авентадор до 300 км в час на профессиональном треке. Ну или не намазаться кремом для загара на пляже. Контракт с крупнейшими брендами. Когда ты появляешься на продуктах, которые знаешь и любишь с детства, это вызывает самые невероятные эмоции. Я этим очень горжусь. Когда он говорит, заплатим поровну, а у тебя нет бабок. Токсичных людей. Не люблю, когда люди забирают энергию и бесполезно ей распоряжаются. Ругаться матом. Но я бы ни за что от нее не отказалась. Мой муж. Муж, Италия, вино. Вот мой идеальный выходной. Альбом Хаски. Любимая песня из него «Никогда-нибудь». Для меня это работа и возможность общаться с моими подписчиками. Но я не провожу в телефоне 24 на 7. Чат-цитатник с моими друзьями. Там мы собираем ржачные выражения из разных этапов нашей жизни. Перечитывая их каждый раз, смеюсь чуть ли не до слез. Консуэлла Жоржа Санда. Не расстраиваться так сильно из-за прыщей. Я помню, могла из-за этой проблемы не поехать на собеседование по работе или не пойти на свидание. Крепкий и здоровый сон. Когда оказалась в церкви Ружица в Белграде. Помню, как родители купили видеопроигрыватели и подарили мне кассету с мультиком «Анастасия». Это была самая первая кассета у нас в семье. Так как нас с героиней зовут одинаково, я представляла, что это история про меня. Совсем в детские годы дворником, а уже в школьной исследователем, как главная героиня сериала «Тайны следствия». Я не буду выделять трех, потому что каждый год, месяц или даже день женщины меняют этот мир. Кто-то одним поступком, а кто-то это делает всю жизнь. Их много и все они достойны уважения. Такое нет. Я стараюсь не растягивать одну цель так надолго. Если критика оправдана, я скорее всего прислушаюсь и сделаю работу над ошибками. Если не оправдана, то плевать я хотела на такую критику. Горловое пение, конечно же.